Доброе утро. Ситуация у нас достаточно стабильная. Вместе с тем, количество лиц с положительным анализом по ковиду у нас в республике достигло 960. За последние сутки 46 новых случаев. Из них подавляющее большинство, 43, это город Якутск. Здесь, надо сказать, что по городу Якутску мы видим картину заражений, скажем так, по внутрисемейным контактам и по корпоративным. Также, к сожалению, возник очаг у нас в обсерваторе по Халтурино. Здесь, конечно же, налицо нарушение правил, соблюдение правил эпидемиологического контроля со стороны лиц, руководивших обсерватором. Сейчас проведены меры по замене персонала, по дезинфекции, по обработке и по лечению людей. Надеемся, что дальше этот очаг у нас не будет распространяться. Вместе с тем, еще раз говорю о персональной ответственности руководителей учреждений и предприятий за состояние санитарно-эпидемиологического контроля на их предприятиях. Начиная от дезинфекции, заканчивая соблюдением масочного режима, социального дистанцирования. Здесь надо всем очень быть у нас предельно осторожными, предельно выдержанными именно по городу Якутску. Потому что, я еще раз говорю, что у нас основной контингент положительных анализов – это на сегодняшний день абсолютно город Якутск. Хочу также сказать, что решением правительства Российской Федерации, лицам старше сессии 5 лет, которые работают, возможность оформления электронных больничных продлена до 29 мая. Этим надо, конечно же, воспользоваться. Но еще раз хочу сказать, что по городу Якутску у нас ситуация, к сожалению, не располагает нас к снятию ограничительных мер. Наоборот, уже есть предложения, в том числе и от главного санитарного врача, от главы города по ужесточению режима по ряду направлений, которые сегодня у нас будут на оперативном штабе рассматриваться. Хочу сказать, что у нас в связи с выздоровлением людей, с сегодняшнего дня снят режим карантина в вахтовом поселке недалеко от Кутаны, вахтовый поселок Годорожников. Практически, ну, сегодня уже режим карантина там снят. Мы вышли на очень высокие режимы по тестированию. Практически 4 тысячи тестов у нас в сутки уже сделаны. Это серьезное достижение наших медиков, распотребнадзора. И это позволяет нам находиться в числе лидеров Российской Федерации по количеству сделанных анализов на 100 тысяч населения, что на самом деле нам позволяет выявлять достаточно большое количество людей на ранней стадии. На ранней стадии начинают лечение и, соответственно, люди болезнь эту переносят легко или бессимптомно. Но, к сожалению, у нас на сегодняшний день 10 человек, 8 в Якутске и двое в мирном, ну, в достаточно тяжелом состоянии. Многие из них отягощены уже другими хроническими заболеваниями, которые сегодня как раз вот и из-за коронавирусной инфекции обострелись. Что касается паводковой ситуации, то она у нас, вот по реке Лена, хорошая. Мы видим, что Алдан и Вилюй вошли уже в устье, и практически угроз для населенных пунктов в том районе у нас уже нет. Сейчас основное внимание у нас на Колыме. Летоход подходит к Среднеколымску. Традиционно в районе острова Лабуя затор образовался, но вместе с тем соответствующее количество взрывчатых веществ уже завезено туда. Мы надеемся, что в случае необходимости будут подрывы произведены вовремя, так и угрозы для Среднеколымска серьезной не будет. Вместе с тем, конечно, уровни воды там сейчас уже начинают достаточно быстро уже расти. Спасибо. Спасибо.